Итак, как мы видим, мне пришла посылочка от Эфраше, но сегодня я с тобой не увижусь, потому что выгляжу я недостойно того, чтобы сниматься на видеокамеру, так что сегодня будем любоваться на коробку. Буквально, я не знаю, день, максимум два назад, меня спрашивают, ой, когда ты будешь делать видео про Эфраше? Вот, делаем. Итак, откроем коробочку. Так, вот таким образом выглядит все, что лежит у нас внутри. Будем доставать. Это вот такая косметичка, здесь видно такая синенькая молния, она пришла мне в подарок за заказ. Вот немножко камера неправильно передает цвет. На камере выглядит такое, но она почти красная, а на самом деле она оранжевая. А вот эта молния, она не синяя, она скорее такая фиолетовая. Косметичка хоть и небольшая, но достаточно вместительная, ты не поверишь. Сюда вошло два геля для душа. Заодно геля для душа покажу. Вот, вдруг ты мне не поверишь, вот эти два геля для душа, это у нас гранат. Вот у нас этот испанский гранат. Запах просто отлично, свежий такой, летний. Ну, вот он правда освежается вот своим запахом. И он даже, есть такая нотка в нем, которая, как мне кажется, очень хорошо перекликается с духами и фрашевскими флауэл пати. Ну, классическая версия, не летняя, не лимитка, а вот классическая версия флауэл пати. Гельки я заказала не для себя, для своих двух подружек. Вот, так что им эти гельки и достанутся. Такая вот непримечательная коробочка, то есть со всех сторон. Она такая, ну, обычная, картонная. Никаких совершенно опознавательных знаков на ней нет, кроме вот такой вот наклеечки. И благодаря этой наклеечке мы узнаем, что это у нас плезерно-терт, улетная вода, лесная земляника. Вот я достала туалетную водичку, земляничку. Очень мне ее рекомендовали все подряд, что люди из моей реальной жизни, так и люди с ютуба, с форумов и фрашевских. То есть, и честно говоря, я понимаю, почему запах действительно такой очень приятный, такой летний, свежий. Такой вот ароматный, но при этом у нее нет никакой приторности. То есть, такой хороший запах. Ну, вот честно говоря, я немножечко разочарована, потому что я пропивала туалетную водичку два по цене одной. Была такая строчка в бланке заказа, но она пришла мне одна. И вот я почему ее пропивала два по цене? Для того, чтобы себе все захапать. Вот у меня подушка тоже хочет туалетную водичку, но мы с ней хотели так вот поживиться этой водой. Ну, а теперь вот мне придется ее расстроить. Вот в такой коробочке пришла туалетная водичка с сиренью. Очень я ее хотела попробовать, потому что я обожаю сирень цветы. Запах мне тоже нравится. И мне приходил пробник из этой же серии, но не сирень, а розы. Мне очень понравился запах. Вообще, я не люблю запахи роз. Вот, но тот запах он был такой свежий, не сладкий, не приторный. И я решила рискнуть и попробовать. И я заказала маленькую версию, сейчас я попробую. Я еще не нюхала. Вот такой малюсенький флакончик. Ну, по сравнению, конечно, с земляничкой. Вот, кстати, забыла с тобой поговорить об объемах. Земляничка у нас пришла 100 мл, а вот сиренушка всего лишь 20. Ну, собственно, оправдание моим ожиданиям, потому что духов у меня, наверное, штук 11, если не больше. И куда мне полноценные размеры. Понюхала я данную туалетную водичку, что я хочу сказать. В отличие от земляничной водички из серии Pleasure Nature, в которой прыскаешь и сразу чувствуешь аромат, здесь, когда прыскаешь, в первую очередь, чувствуешь спирт. И только потом уже, наверное, минуту через 3-4 спирт уходит. И остается такой тонкий-тонкий аромат, буквально чутошный. Такой вот, и не пахнет, скажу тебе, вообще ничем. Есть такая еле-еле уловимая нотка сирени. Напоминает, вот одно время была туалетная вода, кто застал цветы России. Но, не шибко напоминает, так вот, такая вот отстраненная нотка такая есть, но на самом деле не пахнет ничем. Хотя вот написано, что откройте для себя нежную свежесть цветов сирени, воплощающиеся в аромате с мягкими пудровыми нотками, дарящими вашей коже тонкий аромат. Блин, походу, это не просто мягкие пудровые нотки, они мягчайшие. И до такой степени, что вот я никакого пудрового аромата не ощутила. И аромат, который, он правда тонкий, прям тончайший. То есть, как я уже сказала, не пахнет почти ничем. Вот так, что-то чуть-чуть, слегка-слегка. И то, если принюхиваться и вдумываться в этот запах. А так, собственно, я ожидала большего. Пробник розы мне понравился больше, чем туалетная водичка сирень. Вот так. Также мне пришла вот такая вот водичка. Она шла без какой-либо упаковки, просто вот таким вот флакончиком. То 20 мл. Так, это у нас манго и маракуйя. Слушай, может, у меня нос забит? Запах очень легкий. Такой летучий. Ну, наверное, можно на такую разиться. Он такой, очень такой воздушный. Почти не ощущается. Но в нем, кстати, есть нотка какая-то вот мякоть именно манго. Не знаю насчет маракуйи. Никогда не ела, не пробовала и не нюхала. Я живу и маракуйя, если можно так говорится. Вот, на манго что-то есть, да. Так, посмотрим, какой запах нам обещает производитель. Итак, производитель нам обещает поддать искушению пленительного аромата нежно-кисловатой маракуйи и сладковатого манго, воплощенную в туалетной воде с яркими экзотическими нотками. Ну, никаких ярких, а тем более экзотических ноток я не ощутила. Запах неплохой. Очень он понравился, я думаю, блондинкам, любящим розовый цвет. Но, потому что он такой яркий, ой, яркий, что несу. Потому что он такой невесомый, непританный, но между тем вкусный. То есть, так что-то витает в воздухе, чувствуется, что вкусно, но он непритарно, не лезет в нос и своей какой-то навязчивости. Такого нет. Он действительно очень легкий, очень воздушный, поэтому есть в нем какая-то вот такая вот сладость. В подарочек мне пришел вот такой, я его еще не распаковала, рюкзачок, терморюкзачок. Вот такого плавного рюкзачок, камера опять неверно передает цвет. Он не красный, он такой оранжевый. Вот. И вот то, что кажется синим, оно на самом деле серое. Здесь много одельчиков. То есть, вот здесь самый обычный. Эй. Ну вот, видно, где молния. Небольшой такой одельчик, он такой самый обычный, не термо. Также, вот этот кармашек, туда можно что-нибудь высунуть такое, я не знаю, ну что-нибудь в общем. По бокам есть два отдела. Вот тут небольшой, и точно такой же, с другого бока. Они настолько небольшие, что туда входит, войдут, наверное, только ключи. Там, или ручка, ну что-нибудь такое, очень небольшое. Сам рюкзак тоже небольшой, хотя на картинке он предъявлен, ну, размером чуть ли не во всю спину девушки. А здесь он такой прям, ну не знаю, вот как вот эта коробка. То есть, я сейчас даже рядом их поставлю. Ну вот. То есть, чуть больше коробки. Ну, ни о чем. И внутри, который термодел, он такой, ой, под фольгу, как бы тут все сделано. Достаточно, в принципе, ну, я не знаю, по стойму иду как-нибудь положить. Много войдет, я думаю. Ну, не шибко, средний. Гидрокрем, я его хотела сначала заказать отдельно. Там есть дорожный такой отдел. Ой. Дорожный набор таких вот миниатюр из этой серии. Ну, когда я стала делать заказ, смотрю, он мне предлагает вот такой пробник прислать. Я согласилась. Значит, вообще это крем увлажняющий, как бы на 24 часа. Не знаю, как насчет 24 часов. Я сейчас быстренько его попробовала. Действительно, текстура у него очень приятная, очень мягкая, очень такая, ну, прелесть просто. Действительно, есть такой небольшой эффект увлажнения. То есть, крем мне понравился. И если бы у меня не была сейчас полноразмерная версия крема от другой фирмы, признаюсь, я бы, наверное, отчаялась, я бы, наверное, заказала полную версию вот этого кремика. Потому что мне понравилось очень. И хотя это, ну, первое впечатление, я думаю, ну, не особо обманчиво, потому что, сколько я знаю, крема от Ифрашай, в большинстве своем они мне, как правило, нравятся. И я надеюсь, что вот этот кремик не будет исключением из этого правила. Ну, и, собственно, пробники. То есть, всем известный против морщин, вот такой вот заполнитель морщин, туалетная водичка Evidence и Persistive Stop Порщи. Ну, собственно, на этом все. Вот все, что пришло, оно перед нами лежит. Я извиняюсь, что формат моего видео от Ифраша несколько отличается от стандартного. Ну, вот так вот получилось. Так что я не сердчай на меня и в следующий раз исправлюсь. Я хочу пожелать тебе, чтобы твои ожидания всегда были оправданы. Вот на этом все. Пока, до следующей встречи.